Добрый день. Межпозвонковые грыжи, что это? Межпозвонковые... Садитесь, сейчас я вам объясню. Спина, еще раз. Межпозвонковые грыжи, у меня просто нет макета, чтобы вам объяснить, но вы, скорее всего, знаете. Это защемление, которое... Там возникает компрессионная нагрузка, потому что у тебя позвоночник чуть-чуть сдвинул, да? И в этом месте появляются микротрещины в межпозвоночном диске, и организм, для того чтобы, короче, ничего оттуда не вытекло, оно поставляет большое количество соли туда и обездвиживает этот позвонок. Это называется шейный эстехондроз, допустим. И все, что ты делаешь, ты идешь на массаж и разгоняешь эту соль. Тогда тебе на какой-то период тебя отпускает, и тебе становится легче. Но, короче, нужно вправить просто ноги, нужно поставить на место таз и вправить позвоночник. Единственное, я против вот этих вот похрустываний, когда тебя начинают мануальщики выворачивать непонятно в разные стороны, становится легко на два часа, но потом становится хуже, чем было. Поэтому с позвоночником лучше вправлять очень аккуратно. И есть такая кинезиология, они вправляют позвоночник за счет твоей мышечной памяти. И тогда это проще. После того, как уберешь зачемление, через две, короче, где-то от трех недель до двух месяцев, если будешь пить воду в нормальном количестве, потихоньку грыжа, она не то чтобы рассосет. Короче, я проходил курсы массажа в Агиуви, в Институту совершенствования врачей вот здесь, в Алма-Ате. И там говорили так, если вам хоть кто-то скажет, что он лечит грыжу, он шарлатан. Ну, Бубновский лечит, потом кинезиологии вправляют, она проходит, поэтому, ну, в общем, можно. Но это больше твой эмоциональный фон. Это позвоночник, это не физика, это твои эмоции. Потому что, короче, подавленная агрессия приводит к твоим грыжам. Потому что у тебя спазмируются мышцы спины, и у тебя все переворачивается. У всех кривая спина, но если у тебя спазмируются мышцы, у тебя болит спина. Если нет, то у тебя не болит.